О промежуточных результатах новой встречи в формате «Рамштайн» Далее будем говорить с экспертом С нами на связи Иван Варченко, эксперт по вопросам безопасности Здравствуйте Добрый вечер, слава Украине Героям слава Итак, Норвегия предоставит ракеты «Хеллфая», США новый пакет помощи А вообще в Германии, я напомню, что уже проходит пятая встреча в формате «Рамштайн» И в отличие от четвертого «Рамштайн» она проходит в формате оффлайн Скажите, что вы выделяете как самое главное? Вы можете сейчас выделить, какие результаты вы ожидаете после пятого «Рамштайна»? «Рамштайн» становится традиционной той площадкой, которая принимает решения А не только обговаривает и делится экспертными оценками относительно войны, ее перспектив И участие государства К счастью, на «Рамштайн» приезжают те люди, которые отвечают за поддержку За реальную поддержку, военную поддержку в Украине И считается хорошим тоном то, что каждый То ли министр обороны, то ли иное уполномоченное лицо Говорит о том, каким способом на протяжении ближайшего месяца И с помощью какого вооружения они поддержат Украину Вот и сейчас мы имеем очень неплохой список вооружения Позволяющего переходить от активной обороны Переходить к наступательным и атакующим действиям Что, собственно говоря, и демонстрирует сегодня на фоне Рамштайна Демонстрирует украинская армия Делая беспрецедентные, опять же, вещи наступательного характера Беспрецедентные новейшие истории Европы и мира Поэтому мы понимаем, что армия и успехи сейчас, ее позиция и работа Военная работа, она стимулирует страны, собирающиеся на такие форумы На такие площадки, к тому, чтобы более активно думать о реальных вооружениях Позволяющих нам быть еще более эффективными Еще более сильными в противостоянии Российской империи Представитель Минобороны США, в частности, обозначал, что эта встреча Рамштайн-5, я напомню, станет возможностью дать очень четкий сигнал О том, что Соединенные Штаты и наши партнеры на самом деле еще долго будут этим заниматься Этим имеется в виду поддерживать Украину То, что вы говорите, что наступательное вооружение То есть имеется в виду то, что Украина сможет освободить свои территории Включая Крым и Донбасс Вернуть под свой контроль И дальше остановится в границах Украины То есть наступление на территорию ныне оккупанта не планируется Мы не единожды говорили в том числе с вами в эфирах На ту роль, которую она сейчас старается совершать Это такого мирового полицейского Мирового диктатора, тирана и убийцы Поэтому только позбавление, знаете, как это Избавление России от подобной миссии Может быть достаточным для того, чтобы сказать, что Украина достигла своих целей И, конечно же, промежуточной целью на протяжении этого Это будут границы Украины в конституционно заложенных нормах украинских И, соответственно, дальше мы будем говорить о том Как именно Россия должна избавляться от своей имперской сущности По отношению ко многим нашим партнерам, ко многим государствам Которые сейчас поддерживают Украину Мы понимаем, что для того, чтобы можно было спокойно жить и миру И особенно Украине, являющейся страной, соседом, агрессором Мы понимаем, что нужно Россию позбавить этих воинствующих зубовиков тень Если мы говорим о терминах этих поставок Помним, когда все начиналось И когда уже было подтверждено предоставление Украине ленд-лиза То мы часто в студиях обсуждали, что это нужно уже сейчас Что ждать времени нет Но я так понимаю, мы так понимаем В принципе, что наблюдали за тем, как покажут и проявят себя наши военные И вот удивленные этими результатами Мы понимаем, что вот как бы и ленд-лиз ускоривается После встречи в Рамштане Насколько быстро будут эти поставки осуществлены И второй момент Мы же продолжаем говорить о том, что нам нужно Очень много дополнительной помощи И в плане боеприпасов И это нужно уже сейчас Насколько это сейчас действительно актуально И в какие сроки это необходимо Конечно, актуально Наша эластичная оборона сейчас Переходящая к наступательным действиям К атакующим действиям Она предполагает, что атака, наступление Значительно большие ресурсы Требует значительно больших ресурсов, чем оборона И именно вот в плане вооружения и в плане боеприпасов И, конечно же, мы очень... И это понимают наши партнеры Поскольку дискуссия проходит на профессиональном уровне Это понимают наши партнеры Конечно, не без того, что многим из нас болит Многим из тех, которые хотят очень быстро Точнее, ускорения этих позитивных для Украины процессов Достаточного вооружения Мы понимаем, что ищем какие-то конспирологические А, возможно, не совсем конспирологические теории Почему западный мир в какой-то мере Или отдельные страны очень точно Да, мы знаем, что не спешат вооружать Украину Хотя это вопросы их в том числе безопасности Но вместе с тем мы понимаем, что у нас есть надежные партнеры Позволяющие нам с каждым днем становиться сильнее И, конечно, мы в первую очередь полагаемся на именно работу этих партнеров Которые сейчас нас вооружают высокоточным, новым, современным вооружением Ну и, конечно, мы готовы и говорим с другими странами Которые на сегодняшний день еще думают Долго иногда думают Иногда даже цинично долго думают Обещая, они выполняют Но мы надеемся, что народы этих стран Они будут стимулировать свою политическую, военную элиту К тому, чтобы те задумались о том, что Украина защищает Не только собственную безопасность Не только собственную независимость А и способ жизни этих стран И ценности в странах Я говорю прежде всего и в первую очередь О Франции и о Германии Которые, опять же, не спешат говорить О вооружении, обещательном вооружении Стараются обойтись какой-то Легкой, даже не кровью А совсем легкой помощью Поэтому, конечно, мы ожидаем Что они будут очень Точнее, более Более сговорчивыми И более радикальными В том, что зло Оно должно терпеть поражение Оно должно быть наказано И по Рамштайну еще Хотелось бы уточнить Советник, руководитель Офиса президента Украины Например, ранее сообщал Что усиление возможностей Украинских военных Прежде всего необходима Система МЛРС Способная бить на расстояние Более 80 километров Но также подчеркивалась И важность систем противовоздушной И противоракетной обороны А также беспилотники Разной конфигурации И реактивной системы Залпового огня С большой дальностью ударов Ну, прежде всего Я уже сказал про 70-80 километров Сегодня я услышал Такой интересный комментарий От нашей коллеги Журналистки К представителю Генштаба Минобороны Был вопрос, что Вот раньше, когда Генштаб Публиковал информацию Об убитых О потерях российской армии Там была сумма 150-200 и так далее В последнее время Мы видим там 500-600 человек Это если говорить о личном Составе Это причина того, что Учет стал лучше вестись Спрашивала она Либо это какие-то Другие причины На что был лаконичный ответ Это какие-то Другие причины Я понимаю, что вопрос Как раз в вооружении Скажите, вы понимаете Эти причины И о каком В первую очередь Вооружении идет речь? Да, мне кажется Я понимаю Эти причины Сейчас мы говорим О наступательных действиях Украинской армии Украинская армия Инициативно Выходит В прямые боевые Столкновения С войсками Российской Федерации И соответственно Мы имеем возможность И в этих наступательных действиях Конечно же Значительно более Ужесточенная С нашей стороны И значительно более Насыщенный Огневой вал Поэтому Значительно Больше Использование Боеприпасов Работа артиллерии Они позволяют Увеличить в разы Это количество На отдельных участках фронта Где конкретно Разбиваются враги Как видим Украина На десятки километров Продвигается Вглубь вражеской территории Освобождали ее И создавая Малые и большие котлы Окружая врага Что касается боеприпасов То сейчас Хорошей новостью Есть то Что в Американском пакете На 675 миллионов долларов У нас есть Заметное количество Боеприпасов Джей МЛРС Это к системам Хаймерс и МЛРС Которая работает С украинскими Вооруженными силами Это означает Что глубина Опять же Наших атакующих действий И глубина На которую мы можем Останавливать Или поражать Вражеские цели Она увеличилась И уже надежно Увеличивалась До 120 километров Поскольку Эти снаряды К Хаймерсам И к МЛРС Которые называются Джей МЛРС Они позволяют Работать на 120 километров И конечно же Мы ожидаем Ракет Атак Эмс Позволяющих нам Высокоточно Поражать цели На глубине До 300 километров Сейчас То что К нам Поставляются Эти 105 Миллиметровые Орудия Артиллерийские Опять же Это Может Неплохо Использоваться Они могут Неплохо Использоваться Именно как Наступательное Вооружение Создающее Серьезное Насыщение Огневой мощью Именно нашего Продвижения И конечно же Мы очень Серьезно Ожидаем Бронированных Машин И танков От наших Партнеров Это именно То наступательное Вооружение Индивидуальное Защищающее Наше Подразделение Позволяющее Им Проникать И заходить На территорию Занятую Врагом И соответственно Укрепляться Там Будем вас Благодарить За такие Развернутые Ответы И да Ждем От Кэмс Я тоже Хотел Подробнее Поговорить Но на самом деле Не последний Наш разговор В этом эфире Иван Варченко Специалист По вопросам Безопасности Только что Был с нами